Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Это будет совсем короткое включение, скорее как анонс. Пока я делал предыдущий выпуск, я внезапно увидел вот это. Мне кажется, это что-то историческое, ведь ничего подобного раньше не было. Сегодня, ребята, случится история, и я абсолютно не уверен, какие последствия она будет иметь. Будет ли рынок из-за этого падать или расти. Но одно я знаю точно, движение сегодня будет резким и неожиданным сразу же во время этого события. Именно поэтому я снимаю это видео, даже несмотря на то, что оно супер короткое. Я должен тебя предупредить об этом. Итак, сегодня в среду Министерство юстиции США анонсирует масштабные принудительные действия по отношению к криптовалюте. Причем действия эти будут иметь международный характер. Ты просто задумайся на секунду. США готовят масштабное международное заявление про криптовалюту, касаемо каких-то своих международных принудительных действий в отношении криптовалюты. Разве это случается ежедневно? Я не припомню ни одного такого случая. Министерство проведет пресс-конференцию в полдень по восточному времени сегодня. Пресс-конференцию возглавит заместитель генерального прокурора Лиза Монако. А в числе других докладчиков войдут помощник генерального прокурора Кеннет Полит-младший из отдела уголовных дел Министерства юстиции США. Уголовных дел. Адвокат Бреун Пис из Восточного округа Нью-Йорка. Заместитель заместителя директора ФБР Брайан Тернер. И заместитель секретаря Министерства финансов Уоли Адеема. К сожалению, нет вообще никаких сведений о каких именно действиях идет речь. И о них мы узнаем непосредственно на конференции. Но я должен был тебя предупредить. Сегодня, возможно, огромная волатильность на биткоине во время этой конференции. Сама формулировка темы конференции этому способствует. США предпримет крупные принудительные действия по отношению к биткоину и криптовалюте на международной арене. Без понятия, что именно, не собираются сказать. Но звучит это событие настораживающее. Особенно, если посмотреть на список его участников из ФБР и отдела уголовных дел Министерства юстиции. Кроме этого, США делают такое заявление в своей истории впервые. Кроме Министерства юстиции, заявление также сделает и Министерство финансов США. Что ж, ожидаем пресс-конференцию. Я буду на связи и все важные события буду освещать в телеграм-канале. Конечно же, по итогам конференции я сниму видеоролик.